Абхазия В выпуске выполнен с профицитом. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Задача объединить. 24 апреля начнет работу Первый Абхазский Медицинский форум. Насущные проблемы. Саид Харазия встретился с руководителями профильных структур и главами сел Гудрибшского района. Комитет по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям провели совместное расширенное заседание, в котором участвовали президент Аслан Джайни, спикер Лаша Ашуба и большинство депутатов парламента. Заседание было посвящено обсуждению проекта межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Суху имени Владислава Ардзенба. Участники встречи приступили к детальной проработке положения представленного документа. Депутаты намерены и далее участвовать в работе, связанной с подготовкой данного проекта, соглашении соответствующих нормативно-правовых актов. Госбюджет Абхазии в 2022 году был выполнен с профицитом 398,6 млн. рублей. Доходная часть составила более 10 млрд. на 1,2 млрд. больше ожидаемых показателей. Что касается поступления налоговых платежей, то они составили 53,4% от общей суммы доходов. И это очень хороший показатель. Кабмин утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год, а также отчет об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов. Особо была отмечена работа пенсионного фонда и фонда соцстрахования, охраны труда. С какими показателями завершен отчетный период и какие замечания сделаны главой правительства, расскажет Эсма Голанзе. В начале заседания вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил информацию об исполнении государственного бюджета, а также отчет об исполнении республиканского бюджета. Второй год подряд госбюджет исполняется с профицитом. В этой связи и республиканский бюджет, несомненно, тоже был исполнен с профицитом. Его уровень достиг в 2022 году 215,9 млн. рублей. Доход республиканского бюджета поступило 10,6 млрд. рублей или на 889 млн. рублей больше прогнозируемых доходов. Собственные доходы поступили в объеме 4,9 млрд. Это можно свидетельствовать о том, что все превышение над предусмотренными значениями – это поступление собственных доходов. Как и прежде, главными администраторами доходов государственного бюджета в нашей стране является Министерство по налогам и сборам с объемом в 53,4% от общих доходов собственных. Государственный таможенный комитет – 37,7% и Министерство внутренних дел – 1,7%. Расходы государственного бюджета сложились на уровне 10,4 млрд. рублей или 94,9%. Рост по сравнению с 2021 годом расходов составил 1,4 млрд. рублей. В целом за прошедший год было реализовано 12 целевых программ и 9 мероприятий на общую сумму 1,1 млрд. рублей. В целом было направлено на систему здравоохранения из республиканского бюджета 1 млрд. рублей. В этой системе республиканского уровня было реализовано 5 целевых программ и одно мероприятие на сумму 490 млн. рублей. Из которых на обеспечение системы по подготовке кадрового потенциала для нужд здравоохранения 64 наших гражданина, обучающихся в российских медицинских вузах, получили государственную поддержку в объеме 12,6 млн. рублей. 368 человек получили адресную поддержку в виде оплаты за лечение как на территории республики, так и за ее пределами на общую сумму 102,6 млн. рублей. На 108 млн. рублей были приобретены медикаменты и лекарственные средства, медицинские инструментарии для нужд системы здравоохранения. Расходы на образование в 2022 году сложились на уровне 488,5 млн. рублей. В этой сфере было проведено 34 мероприятия республиканского уровня, те, которые финансировались за счет бюджетных средств. Расходы на культуру в целом составили 318,5 млн. рублей. На физическую культуру, спорт и молодежную политику было направлено 70,8 млн. рублей. На социальную политику расходы в прошлом году сложились на уровне 238,5 млн. рублей, из которых выплаты 13 категориям получателей социальных пособий составили 198,5 млн. 8,663 человека получили пособия. 40 млн. рублей было направлено на финансовое обеспечение целевой программы «Жилище-22». Получателями сертификатов стали 52 участника. На мероприятия по поддержке сельского хозяйства было направлено 99,8 млн. рублей. На реализацию целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» было направлено 50 млн. рублей. 47 проектов было реализовано. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку. Инвестиционная программа была исполнена в объеме 1,7 млрд. рублей. В этой сфере проводилось 24 мероприятия. Кроме того, в числе расходов – расходы на ремонтно-восстановительные работы, национальную оборону, правоохранительную деятельность и национальную безопасность, ликвидацию последствий стихии, компенсационные выплаты, погашения части внешнего долга и другие. Я хочу отметить, что сейчас как раз формируются итоги деятельности Народно-хозяйственного комплекса за 2022 год. И уже по оперативным данным могу сказать, что плановые показатели 2023 года фактически были реализованы в рамках реализации финансового года 2022. Это говорит о том, что, конечно, повышается уровень администрирования, повышается уровень формирования отчетности, предоставления сведений, и непосредственно экономические процессы в республике приобретают более, на мой взгляд, интенсивный характер. Об этом свидетельствуют и показатели внешнеэкономической деятельности, и кассовые обороты банков, и другие очевидные вещи. Обращаясь к членам правительства, премьер-министр Александр Анква подчеркнул необходимость новых целевых программ. Граждане, которые пострадали от пожаров, от поднятия воды, стихийные удары нас преследовали в 2021 год несколько раз. Оползневые процессы по всей Абхазии. У нас примерно уползло, такое предпринимение, беру в кавычки это слово, больше 70 объектов за три года. Как быть с этим? Граждане объективно просят помочь. Что сделать? Как это в бюджете предусмотреть? Какие программы создать новые? Диалоги, может быть не с таким звучанием, а очень важные, очень нужные сегодня, в этот час, в свою минуту. Поэтому при формировании бюджета будущего года, Владимир Владимирович, ваш финансовый блок вместе с фискальным, в целом, с генетерством экономики, подумайте, нам нужны другие целевые программы. Далее был утвержден отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Фактическое исполнение бюджета фонда по доходам составило 165 миллионов 414 тысяч рублей и по расходам 163 миллиона 577 и 4 тысяч рублей. Остаток денежных средств фонда на 1.01.2023 года по 17 миллионам 265 и 6 тысяч рублей. К сожалению, слабые поступления у нас не хватает. Сейчас у нас чуть образовалась задолженность к консформации. И в связи с этим у нас временно приостановлено санаторий, курортный. Сейчас мы не можем отправлять временно из-за задолженности. Но на лечение у нас это не останавливалось. Обращаясь к членам правительства, премьер-министр отметил, что необходимо оказать медицинскую помощь ветерану войны, получившему тяжелое ранение челюсти. Лечение обойдется до 4 миллионов рублей. Я говорю, это не упрек фонду, я говорю, упрек себе, Министерству финансов, здравую. Мы должны оказать медицинскую поддержку этому человеку. Конечно. Правильно? Конечно. Сумма же большая. Для того, чтобы фонд мог спокойно эту сумму перечистить, у кого-то не должно быть долгов. Нашим группам опять. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении бюджета пенсионного фонда за 2022 год. Доходы за минувший год составили около 1 миллиарда 362 миллионов рублей. Расходы около 1 миллиарда 295 миллионов рублей. Далее члены правительства утвердили отчет об исполнении бюджета фонда социального страхования и охраны труда. Впервые за все существование фонда нам удалось перевыполнить план. Расходной части, доходной части она составила 119 процентов. Это в суммарном выражении на 24 миллиона больше, ранее запланированных, 122 миллионов рублей. Впервые за всю историю, послевоенную историю, фондам удалось выплатить все государственные пособия. И все обязательства перед организациями были выполнены в полном объеме. И задолженности на 1 января 2023 года у нас уже не было вообще. Также были утверждены отчеты об исполнении бюджета фондов обязательного медицинского страхования, репатриации и дорожного фонда. 24 апреля в Абхазии начнет работу первый Абхазский медицинский форум. Организацией этого мероприятия было посвящено совещание в Министерстве здравоохранения, которое прошло под председательством министра Эдуарда Будба. Основная задача форума – объединить на одной площадке представителей органов управления, здравоохранения и практикующих врачей, организаторов и профильных специалистов, экспертов-аналитиков и юристов для обсуждения актуальных проблем и выработки решений. по совершенствованию оказания медицинской помощи. Особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества Абхазии и России в сфере здравоохранения и повышению взаимодействия по всем направлениям. Организаторы медицинского форума – Минздрава, Ассоциация реабилитологов, Российское медицинское общество. Сопредседателями форума выступят Эдуард Будба и Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества. Вопросы энергетики, водоснабжения и весенних паводков были в центре внимания совещания, которое прошло в Улыбовском районе. Глава администрации Саид Харазия встретился с руководителями профильных структур и главами сел, чтобы обсудить насущные проблемы. Более подробно расскажет Алик Атрапш. О ситуации в энергосистеме района Саида Харазия проинформировал начальник РЭС Зураб Ханагуа. Он сообщил, что в школе села Кацикыт установлен новый трансформатор. Проведены линии электропередачи. В поселке Агудзера заменены 15 ветшалых опор. Также в селах Мархеул и Мачара провели СИП протяженностью 2,5 километра. В районной электросети происходит немало аварий. По мере возможности они устраняются. Также сотрудники СБЫТа вместе с контролерами, с инспекторами ведут постоянную работу по незаконно установленным трансформаторам, незаконно подключенным трехфазным линиям. За два месяца силовыми структурами у нас в районе было изято около 230 единиц майнеров. Состояние электросети во всем районе желает оставаться, конечно, лучше. Тяжелое техническое состояние. Испытывает хронический недостаток средств на ремонтно-восстановительные работы. Сети оборудования. На данный момент во всем районе нужно заменить около 3000 столбов. В Гулырыбском районе острой проблемой на сегодняшний день остается вопрос водоснабжения. На насос на станции, обеспечивающие район водой, низкое напряжение в сети. В связи с чем насосы не включаются. И жители подолгу остаются без воды. Для решения проблемы нужна замена трансформатора, считает гендиректор ЖКХ Рауль Харазия. У нас насосы, как бы, у них ограничение 192 киловатт. Меньше, как бы, их нельзя, чтобы они включались, потому что могут сгореть. Ну, сами понимаете, потом это будет еще больше проблематично их восстановить. Поэтому, как бы, насосы такие, ну, новые. Это буквально в 2020 году их в эксплуатацию запустили по инвест-программе. Вот сейчас, вот, как бы, с коллегами из Черноморэнерго мы связывались с их руководством. Вроде бы, есть понимание. Есть возможность, ну, как мы думаем, что поменять, если поменять трансформатор, да, возможно, улучшить ситуацию. Там буквально нам нужно каких-то 10-15 киловатт, чтобы это все изменить ситуацию. Надеемся, что это поможет. Глава села Цабал Григорий Калайджан сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы по расчистке ущелья от дикорастущих насаждений. 2,5 километра уже расчищено. Работы продолжаются. А в селе Бабушара на улицах Сванба и Вокзальная ведутся работы по расчистке ливневок. Глава села сообщил, что в настоящее время необходимо провести расчистку и углубление русла реки Малый Кудор, чтобы предотвратить подтопление близлежащих домов. Глава села Адранда также сообщил, что река Малая Скорща во время весенних паводков может подтопить до 40 домовладений. Потому необходимо ее также расчистить. В аналогичных работах нуждается и река Парнаут. Мы реальными угрозами все знаем, так как в прошлом году, в октябре, во время паводков, были затоплены около 40 хозяйств. И ввиду этого было необходимо восстановить... Это жилые дома? Да, жилые дома. Около 40 хозяйств было затоплено. И государство оказало поддержку. Но во избежание дальнейшего подтопления необходимо произвести работы по очищению и укреплению русла реки. Все материалы, поступившие от жителей в администрацию Гулыргского района, с просьбой предотвращения последствий весенних паводков, изученные и отправленные в правительство. Глава районной администрации Саид Харази особо подчеркнул, что решение данного вопроса нашло полное понимание в лице главы государства. Все документы были собраны. Была создана нами комиссия. Мы документы, то, что собрали, и обращение граждан передали в кабинет министров, непосредственно в премьер-министру. Предоставил те же документы нашей комиссии, наши заключения, о том, какие угрозы перед нами сегодня стоят в связи с весенними паводками. И увидел полное одобрение и понимание в лице президента республики по этим вопросам. Материалы по рекам Парнаут, Мархеул, Малый Кадор и Малая Аскурча были отправлены в кабинет министров на имя премьер-министра. Впоследствии эти материалы были направлены в управление капитального строительства республики Абхазия. По двум рекам, по Парнауту и по Мерхеулу, уже была составлена смета, которая передана, ее перепроверить должны. Там свои процедуры есть. И после этого они уже будут рассмотрены для того, чтобы предпринять какие-то шаги по ремонту и искоренению тех проблем, которые сегодня есть. По реке Малый Кадор и Малая Аскурча также занимается УКС. Пока сметы не готовы. Но вот я думаю, на подходе в течение дня-двух эти сметы тоже будут готовы. Обращаются жители и ко мне. Действительно, серьезность данной проблемы, особенно паводков, это существует. Тут Саид Геннадьевич озвучил, что я встречался и с премьер-министром, и с президентом по данным вопросам. Частично уже осмечены документы в Кабмине. Еще раз подтверждаю, что серьезность понимают вышестоящие органы. И они изыскивают средства, чтобы данную проблему решить. Я думаю, в ближайшее время, частично, по крайней мере, работы будут проведены. В ходе совещания выступили и другие главы администрации сел Гулрыбского района. Алика Травшираму Камки, Абхазское телевидение. Санкт-Петербург готов развивать отношения с Сухумом. В Смольном состоялась встреча члена правительства Санкт-Петербурга Евгения Григорьева и мэра города Сухум Беслана Эшба. Стороны отметили высокий потенциал развития двусторонних межрегиональных отношений, обсудили возможные проекты. В экономической области перспективным направлением представляется организация взаимных бизнес-миссий для развития торгово-хозяйственных связей. Взаимный интерес наблюдается и к сотрудничеству в области туризма, учитывая богатое культурное наследие Санкт-Петербурга и Сухума. Об этом сообщает сайт правительства Санкт-Петербурга. Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуме, произошедшем в 2019 году, продолжилось в здании СГБ Абхазии. На заседании были заслушаны показания свидетеля защиты Жанны Князевой, гражданской жены подсудимого Адемура Ахалая. Ранее гражданка России Жанна Князева сообщила о присутствии в первые дни после случившегося в их с Демуром Ахалая доме гостя, который хромал и которому требовалась медицинская помощь. По предположению стороны обвинения, неназванным гостем был Беслан Ганба, получивший травму во время совершения преступления. Слова Жанны Князевой подтверждала и другая свидетельница Кристина Авитсба, являющаяся ее подругой. Авитсба ранее сообщала суду, что эту информацию Князева рассказала ей в личной беседе. На сегодняшнем заседании Жанна Князева отказалась от части показаний. Свидетельница заявила, что во время опроса на нее оказывалось давление. Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращения смертности и травматизма в ДТП относятся к приоритетным и находятся на постоянном контроле руководства МВД. Зам. министра внутренних дел Беслан Чкадуа провел совещание с руководителями городских и районных подразделений госавтоинспекции. Чкадуа поручил акцентировать особое внимание в отношении водителей, систематически грубо нарушающих правила дорожного движения и важности соблюдения принципа неотвратимости наказания. Особое внимание ввиду приближающегося курортного сезона зам. министра поручил уделить организации пассажирских перевозок. Кроме того, поставлена задача усилить работу стационарных постов ДПС по всей республиканской трассе. В Академии наук Абхазии подвели итоги прошлого года. За успешную работу и заслуги в различных научных сферах ряд ученых наградили грамотами. В основном отчете были представлены результаты деятельности научных учреждений. Также обсуждался широкий круг вопросов и задач, стоящих перед Академией наук Абхазии. Абхазский художник, театр и кино, график, живописец, заслуженный художник Адыгей, лауреат премии имени Гулия, писатель Батал Джапуа, отмечает юбилей. С 60-летием Батала Джапуа поздравил министр культуры Даур Кови. Отметив достижения художника, министр пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческих успехов, возможностей и дальше радовать людей своим творчеством. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше, с мая, сообщает туроператор Интурист. Абхазия входит в пятерку самых популярных у россиян массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее. О том, что в этом году в Абхазии ожидают сверхуспешный тур-сезон, ранее сообщил министр туризма Тимурас Хижба. Он уточнил, что бронирование отдыха в мае этого года увеличилось на 30% по сравнению с показателями прошлого года. В Абхазию впервые в истории прибыл контейнерный поезд. Состав был принят на железнодорожной станции Сухум. Руководство АЖД приняло решение запустить такой проект, чтобы увеличить объем грузовых перевозок. В прибывшем составе 62 контейнера, в которых 2700 тонн груза. А сейчас новость для любителей экстрима. Побит новый мировой рекорд. Известный путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло установили мировой рекорд по перелету на тепловом воздушном шаре. Они пролетели более 2500 километров. Пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет над морской акваторией в высоких северных широтах. Конюхову и Миняйло удалось на 174 километра побить предыдущий рекорд, который принадлежал японскому путешественнику Мичио Канда, погибшему при очередной попытке улучшить его. 71-летний Федор Конюхов совершил около 50 путешествий, в том числе 4 кругосветных плавания. Поступили в продажу новые номера газеты Республика Абхазия. На титульных листах газет опубликованы статьи, посвященные 30-летию мартовской операции по освобождению Сухума. Это статья Цаира Свижба под названием «222 павших, 222 героя» и «Марины Габрия. Горькие уроки мартовской операции». В номерах также нашли отражение события, произошедшие в республике на минувшей неделе. Это 14-й съезд политической партии Амцехара. Вручение памятных медалей бывшим партийным и комсомольским руководителям, внесшим вклад в развитие советской государственности, а также литературный вечер в АГУ, приуроченный к Всемирному дню поэзии. Своим мнением о необходимости реформы системы образования на страницах 21 номера газеты делится преподаватель АГУ Дмитрий Оси. Здесь также можно прочитать интервью председателя пенсионного фонда Дениса Гулария. В 22-м номере опубликованы статья Лейлы Пачулия, посвященная 110-летию абхазского писателя Георгия Гулия, и статья Артавазда Сарицяна о презентации книги Александра Барского «Сердце Абхазии». В газетах также можно найти советы диетолога Алисы Чанба и узнать новости спорта. Газета «Республика Абхазия» доступна и в электронной версии. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 29 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь. К концу дня возможен дождь с мокрым снегом. Ночью и утром густой туман. В горах снег. Температура воздуха ночью 6-11, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова